подмена возможного вероятно известная мудрость гласит заслышав сокот копыт не стоит тут же думать о зебре это значит что неразумно искать экзотических объяснений чему-то что может быть объяснено куда более вероятными причинами как учил уильям окам не следует умножать сущности сверх необходимого к примеру в комнате исчезла конфета вряд ли маму удовлетворит объяснение игравшегося там ребенка о связи этого явления с деятельностью феи гномов инопланетян параллельных вселенных торсионных полей и тому подобное простейшее объяснение наиболее вероятно тот принцип который получил название бринта бритва акама известный критик атеизма фрэнсис бекон заложил основание формируемого им научного метода форме так называемого методологического материализма этот принцип гласит сфере естествознания не следует прибегать к ссылкам на сверхъестественное это послужило отправной точкой к открытию фундаментальных законов мироздания при этом ни у самого бекона не у его последователей таких как коперник ньютон кеплер паскаль и другие не возникало вопроса о том откуда взялись эти законы они установлены всемогущим и всеведущим форцом впоследствии же атеисты вывернули этот принцип наизнанку заявив что раз законы природы можно изучать без обращения сверхъестественному то и говорить о существовании сверхъестественного бессмысленно так когда наполеон задал лапласу вопрос почему его небесной механике в отличие от трудов лагранжа не упоминается бог тот гордо заявил я не нуждался в этой гипотезе в итоге методологический материализм был заменен на идеологический материализм ставший новым лицом атеизма действительно изучение установленных творцом законов не требует знания о самом творце подобно как изучение правил игры в шахматы не требует знания о том кто изобрел эту игру и кто установил эти правила но слишком уж многое окажется за пределами научного метода будучи необъяснимо с материалистической точки зрения начиная с вопросов происхождения вселенной жизни и сознания и заканчивая самим существованием этих законов понятно что любой факт можно совместить с любой теорией путем принятия дополнительных допущений тех самых от которых предостерегал акам но верность догмам идеологического материализма требует постоянного увеличения умозрительных гипотез не поддающийся научному исследованию большой взрыв первичный бульон темная материя темная энергия и тому подобное боюсь теперь очередь за темной гравитацией в общем атеистическая наука дело темное другим примером подменам возможного вероятным может служить популярное стремление объяснить все существующие проблемы злонамеренной и целенаправленной деятельностью некого и тайного мирового правительства ну действительно со времен грехопадения все идет не так как должно творение стало заложником рабства тлению о чем пишет апостол павел послание к римлянам 8 глава 21 стих но как было сказано еще и йоты недоразумение небрежность создают больше путаниц в этом мире чем хитрость и злоба по аналогии с бритвой акама данное положение получил название бритва хэмлона она гласит никогда не приписывайте злому умыслу то что вполне можно объяснить глупостью или говоря словами виктора пелевина куда вероятнее что миром правит не тайная ложа а явная лажа в любом случае делая какой нибудь логический вывод навсегда следует давать себе отчет является ли этот вывод необходимым или же только вероятным или вовсе всего лишь возможно в мир но и есть и и и и